Добро пожаловать на лекцию про Backdoor с помощью Windows Service, с помощью службы, которая будет бежать за кулисами обычного Windows и давать нам зайти внутрь после перезагрузки компьютера. То есть мы проникли в нашу жертву и хотим сейчас установить там сервис, службу за кулисами, чтобы после рестарта можно было продолжать к ней подключаться. Точнее она к нам подключается. Единственное, что я сейчас не собираюсь мучиться с антивирусами и поэтому хочу отключить антивирус. Но если я его отключу через графический интерфейс, вот этот вот Defender Microsoft, то он после перезагрузки опять включится. Поэтому я иду в групповую политику, Group Policy, локальная групповая политика, у меня здесь нет организации. И я иду в GP Edit и ищу внутри компьютера Windows Components и Windows Microsoft Defender. Он называется Defender, вот этот вот антивирус Microsoft. Встроенный Windows и мне нужен Real-Time Protection его выключить. Я делаю Enable, Turn Off Real-Time Protection. Выключи мне вот эту вот защиту в реальном времени. Она должна была здесь автоматом выключиться, но я вижу, что этот компьютер чего-то глючит. Давайте его перезагрузим. Я иду в Start и делаю Restart. Так, пока он перезагружается, я пойду сделаю кофе. И вот он перезагрузился и Real-Time Protection Off. Видите, он серый. И написано, что он managed by your administrator. Но это не администратор, это Group Policy. Групповая политика, которая влияет на регистр, на registry и графический интерфейс тоже берет всю информацию с registry. В конце самое важное это registry компьютера. Там все настройки. Так, мы идем взломать этот компьютер с помощью программы SyncBreeze. Это вот этот вот клиент, точнее сервис, который там установлен и работает за кулисами. У него есть уязвимость версии 10.0.28. Я вам напоминаю, что мы установили вот на этот 147 компьютер именно версию 10.0.148 SyncBreeze. Это программа, которая синхронизирует файлы, сервер, в котором есть уязвимость. И у нас есть модуль, который умеет использовать эту уязвимость. Только надо дать ему айпишник. И это то, что я сейчас сделал. Так, что мы делаем? Мы сейчас хотим взломать с помощью этого SyncBreeze, но после взлома использовать HTTPS Reverse Connection, чтобы наша жертва подключилась к нам обратно после взлома через HTTPS. То есть мы ее взломаем через SyncBreeze. Вот ее айпишник, который мы обязаны дать как параметр этому модулю. А потом запустится payload там, в том компьютере. И он подключится к нам обратно. Если там не будет какой-то firewall, он увидит, как будто бы пользователь идет на обычный веб-сайт через HTTPS. Поэтому я ставлю порт 4.4.3, чтобы он ко мне подключался через порт 4.4.3. Понятно, это payload. Это то, что будет запущено там после взлома. Мы пишем либо exploit, либо run. И подключаемся, взламываем. Все происходит автоматически. Теперь, когда мы взломали нашу жертву и мы будем там внутри нашей жертвы, я хочу перейти в другой процесс в памяти. То есть не сидеть в том процессе, в котором мы взломали в SyncBreeze, а сесть на другой процесс. Так, как пишется PS? Вот это вот, посмотреть в каком я процессе, что-то я не помню. GetPSID. Как он пишется, я не помню. Что делать, если мы не помним в команду? Help. Не бояться хелпа, ничего ужасного в нем нет. И почитать хелп всегда-всегда хорошо. Я знаю, что все его боятся, но преодолите свой страх и вы увидите, что ничего ужасного нет. GetPID. Видите? ProcessID. Я тоже его боялся, но уже у меня прошел страх. И вы также пользуйтесь хелпом. Так, мы видели, в каком мы процессе сидим. И теперь написали команду PS и видим, где этот наш процесс 2936. Мы в нем сидим. Это SyncBreeze и он x86. Он 32-битный. Мне не нравится, что он 32-битный, хоть у него есть права всей системы. Это эмуляция внутри 64-битного, 32-битная. Мне это все не нравится. Я хочу перейти на 64-битный процесс. У меня есть право переходить. Почему? Потому что у меня есть User System. Я очень сильный пользователь. Самый сильный в системе, даже сильнее администратора. И я хочу мигрировать в процесс 608. Это WinLogon. Очень удобно. Теперь мы внутри 64-битного процесса, а не внутри 32-битного процесса, через который мы взломали систему. И что мы хотим? Для чего мы это все сделали? Мы хотим теперь убедиться, что после перезагрузки эта жертва будет подключаться к нам автоматически. Что у нас есть Backdoor. Не только то, что мы сейчас можем с ней делать все, что мы хотим. А мы хотим еще выжать перезагрузку. Давайте там напишем sysinfo. Увидим, что мы действительно с этой жертвой можем делать все, что хотим. Мы на ней находимся. Я сейчас возвращаюсь обратно в мой Metasploit, чтобы запустить модуль, который умеет устанавливать у жертвы сервис. Я написал background. Я вышел, но не закрыл сессию. Видите, сессия открыта. Разговор с жертвой открытый. Я могу в нее возвратить, вернуться. Session-i1 или можно просто единичка. Я вернулся в нашу жертву. Я могу выйти из нее обратно в мой компьютер в Metasploit. Понятно, MetaPritter это я там у жертвы. MSF это я у себя. И я у себя хочу сейчас запустить модуль, который умеет у жертвы устанавливать сервис. Только я это делаю от себя, потому что интерфейс удобней. Я захожу в этот модуль, который называется Persistence, постоянный сервис. Все, что Persistence, это типа постоянство. Имеется в виду этот Backdoor. И мы хотим запустить этот модуль. Мы можем про него немножко почитать инфу, информацию, когда мы внутри модуля пишем команду info и читаем, что он умеет генерировать и загружать Executable Exe-шник на удаленный компьютер и делать этот Exe-шник Persistent Service, постоянным сервисом, который включается автоматом за кулисами. Он создает новый сервис на нашей жертве. Я вам хочу напомнить, что такое сервис. Сервис это вот эти вот службы.